Сделать ставку на экспорт. Такой рецепт для развития экономики региона рекомендовал инвестиционный совет. Очередное заседание состоялось сегодня в правительстве области. Алена Сувтина подробнее. Рост экономики натуральный, а не номинальный, возможен лишь тогда, когда растет экспорт. Предприятий, поставляющих свою продукцию зарубежно, новгородчий не хватает, а вот инструментов поддержки пока не очень. Одной из самых эффективных мер поддержки экспортно-ориентированных компаний Новгородской области является организация коллективных и индивидуальных стендов на международных выставочных площадках. При содействии центра в 2017 году продукция предприятий нашего региона была представлена на семи крупнейших российских и зарубежных выставках. Уже в 2018-м 9 предприятий заключили 18 контрактов. Помогает новгородский центр и в создании сайтов на иностранных языках, ведении переговоров. Впрочем, с точки зрения главы региона, все это не результат. Выставки, контракты, субъекты, а где деньги? Конечная задача наша в чем? В росте объемов продаж наших новгородских компаний за рубеж. Отчитываться количеством посещений, количеством выставок и так далее. Это в КП как минимум второго уровня. У нас президент поставил задачу роста экспорта в своем майском указе. Применительность в Новгородской области это примерно 31%. В новгородских реалиях на это понадобится 6 лет плодотворной работы, а не отчетов. В этом случае пример можно брать с Агентства развития Новгородской области. 5 моногородов, 8 инвестплощадок, 700 программ государственной и региональной поддержки. И с этим научились работать. Результат последних месяцев – 10 соглашений о намерениях строительства новых производств. Это компания по строительству комплекса по производству жиженого газа в Парфенском районе «Легион Энерго». Причем эта компания реализовать будет проект не только в Парфенском районе, но еще и в Чудовском районе. У них есть идеи по реализации и по дальнейшему развитию. Одним из способов привлечения инвесторов является и строчка в национальном рейтинге плюс 24 позиций и мы теперь на 29-м месте по стране. Впрочем, победой это назвать вряд ли можно. По 11 показателям наблюдалась негативная динамика. Вы видите это на слайде. Это два показателя регуляторной среды, показатели эффективности институтов для бизнеса, оценка качества инфраструктуры и мер государственной поддержки. Работу над ошибками проведут и семимильными шагами направятся к покорению вершины рейтинга инвест-привлекательности. Задача максимум в 2019-м оказаться в двадцатке лучших. Алена Сувтина, Петр Самусов, Новости, Новгородское областное телевидение.